Доброе утро, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Начало дня». И с нами сегодня день начинает наш коллега из Краснодара, трейдер и управляющий активами Альберт Бурага. Альберт, приветствуем вас! Приветствую, Игорь Николаевич, приветствую, друзья! Рад всех встретить на Utrade TV. У нас сегодня четверг, в общем-то, вторая половина недели. Надо посмотреть, что у нас было уже за эту неделю и какие перспективы у нас есть на оставшиеся пару дней. Я, конечно, постараюсь рассказать вам с моей колокольни, то есть с точки зрения опционного анализа, который я провожу через биржу СМИ, Чикагскую биржу. Ну и также посмотрим еще о наш российский срочный рынок, пробежимся по-быстрому. Сейчас я включу демонстрацию рабочего стола и посмотрим, что же у нас набежало к этому времени. Начнем мы с валют. Это, конечно, пара евро-доллар. И глянем, что же у нас есть, на самом деле, по факту. Итак, значит, на этой неделе, вот я рисую, это у нас с пятницы на понедельник, да, перед вами часовой график. Было следующее. Значит, уровень, которым цена старается потрогать в начале недели, это так называемый недельный уровень, мы его великолепно отработали. Цена его потрогала на отметке 1.1.66, и, в общем-то, после этого стало понятно, что, в принципе, цена будет работать уже в пределах обычных нормативов, которые мы, в общем-то, ожидаем. Никаких форс-мажоров у нас по паре евро-доллар на этой неделе не ожидается. При этом у нас были сигналы по основной торговой системе, которую нам индикатор рисует, вот вы видите. Это все были восходящие, в общем-то, сигналы. Все они абсолютно продались на этой неделе. Вчера у нас была, в общем-то, кульминация по движению цены. Закрывали мы еще наши долгосрочные цели, которые были от 16 мая и от 21-го. Все позакрывали. И пока, в общем-то, стоим в стороне. Для тех, кто работает по моей системе, хочу напомнить, что у нас на этой неделе, а точнее завтра, в пятницу вечером на американской сессии будет экспирация опционов на валютные фьючерсы. Поэтому мы уже некоторые индикаторы не используем в работе и стараемся либо держать сделки, которые мы хотим перенести на следующую неделю, либо закрывать уже в плюсе то, что у нас есть. Исходя из этого основного правила, ключевого, на сегодня и на завтра, по паре евро-доллар могу сказать следующее, что лучший вариант, конечно же, постоять в стороне. Тем более, что мы уже закрыли две сделки в хорошем плюсе, а кто-то закрыл даже еще и побольше. Вот, это первый момент. Момент второй. Учитывая сегодня новостной фон, о котором говорил Игорь Николаевич буквально пару минут ранее, я предлагаю до этого времени, то есть до 15-30, до 4-х, а в рынок особо не лезть, посмотреть, что будет происходить. Если все-таки, к примеру, у нас будет резкое падение, теоретически до недельного уровня, здесь у нас будет отскок. Поэтому 15-20 пунктов всегда можно будет взять. Если подскочим выше, ну, отлично, можно, в общем-то, будет двигаться выше. При этом, если мы с вами посмотрим 4-х часовой график евро-доллара, то мы увидим, что ожидания, заложенные участниками рынка еще 8 мая, вот видите, розовый прямоугольник, это опционный уровень равновесия, он, в принципе, себя полностью оправдал. Цена выходила, отклонялась от него. Несколько раз, несколько раз мы заходили, и, в общем-то, цена подходила к этому уровню. Сейчас, на данный момент, мы находимся на этом же уровне. Немножко он сместился, но это не страшно. То есть, пара евро-доллар в этом месяце полностью оправдала все ожидания, заложенные в начале месяца. Следовательно, к экспирациям мы подходим без каких бы то ни было долгов. Вот такой, в общем-то, расклад по паре евро-доллар. То есть, если что, то отбой от недельного уровня. Дальше фунт у нас. Фунт, в общем-то, после большого падения, мы все это помним, да, с места в карьер, перешел в боковое движение. При этом он себе набрал перегретости рынка. Наверное, нужно было их закрыть. Это нам индикатор рисовал опционный. И флэт, скорее всего, этим был обусловлен. При этом на каждом, в общем-то, лоу у нас рисовались сигналы по индикатору на движение вверх. Вот часть из них мы отработали, часть еще пока держим, но уже перевели в безубыток. При этом тоже недельный уровень у нас был в понедельник уже, в принципе, отработан. Все было в порядке. Было понятно, что на этой неделе пара фунт-доллар будет вести себя нормально. Так оно и было. В общем-то, мы отработали все наши сигналы. Вчера был, кстати, хороший такой тоже момент отскок от месячного объема. 351 контракт, который был набран 3 июня. И, в общем-то, вчера его великолепно отработали, взяв в кассу не меньше 25 пунктов. Как раз четко на лоу зашли вниз. Вот. Кстати, ссылочку на эти индикаторы я дам после своего видео. Кому интересно, зайдете, скачаете. Часть из них бесплатная, часть, конечно, платная. Но вам для начала хватит и бесплатных для того, чтобы понять, как работает система. Так, в общем-то, по фунту вот такой расклад. Если посмотреть, конечно же, уровень опционного равновесия, заложенный участниками рынка в начале опционного периода, то мы видим, что было большое отклонение, достаточно большое. И сейчас цена переходит в такой боковой флэт с последующей отработкой данного уровня. 1.3050. Я не говорю, что это будет отработано прямо завтра, через неделю, через две. Мы понимаем, что для отработки такой большой дистанции нужно время. Поэтому на это может уйти во времени до месяца легко. Но в целом можем где-то там пофлэтить, может быть, даже еще обновим лоу, может быть. И потом цена уже пойдет отрабатывать вот этот долгосрочный уровень. Точно так же, как это происходило всегда, когда были отклонения. Вот видите, да, вот пример отработки. Вот тоже пример отработки. Всегда фунт отрабатывает данный уровень. Примеров тому массы. Но это ладно. То есть мы, скорее всего, переходим... Ну, не скорее всего, а так оно и будет. На понедельник через экспирацию с долгом на отметке 1.30504. Вот имейте это в виду. Поэтому, если у вас какие-то есть баевые сигналы, вот вам цель, куда вы можете держать данный... Ваш ордер. Все. Сегодня так же. Если в случае новостной фон, который будет по паре фунт-доллар, там, во сколько, в 12, да, по-моему, полетим вниз. Полетим вниз. Здесь по-прежнему есть месячный объем, который, вот видите, цена уже раз от него отбивалась. И, в принципе, второй раз может тоже, в общем-то, спокойно отбиться. Плюс недельный уровень. Поэтому это уровень, ну, не скажу, что прям железобетонный, но, тем не менее, очень интересный с точки зрения остановки цены в случае какого-то падения. Итак, евро... О, простите, австралийский доллар. Австралийский доллар поднимался от жениц канала хеджеров еще с прошлой недели, даже с позапрошлой недели. Ждали мы его наверх, дождались. Все отлично отработало. Вчера мы тормозили, точнее, не мы, а цена останавливалась на месячных объемах. Здесь набирали 209 контрактов, до этого еще 198, почти те же самые 200 контрактов. И плюс красный балансовый уровень, который устраивает определенную группу участников рынка. В опционной торговле. Все, выше не пустили, пошел флот, немножечко откатились. Ну, опять-таки откатились, видим, до месячного объема, который был до этого. Все, отлично. То есть сейчас по австралийцу у нас вот такая вилка между красным балансовым уровнем и, в принципе, вот последними лоу, которые мы видим. Примерно 50 пунктов у нас такая волатильность. Вот. Если кто-то хочет сегодня поработать по австралийскому доллару, пожалуйста, вот вам отметочка. Это красный балансовый уровень. Здесь будет примерно вот та же самая ситуация. То есть если мы подходим к нему, будет болтанка, флэт и так далее. Здесь можно поработать на боковых стратегиях, на ваших любых абсолютно. А в боковике несколько часов вам будет гарантирован. Так же к экспирации, что у нас по австралийскому доллару. Ну вот та же самая картина, заложенная участниками рынка в начале месяца. Уровень сейчас полностью отработан. Было отклонение. Заходили мы на границ канал хеджеров и спокойно держали наш ордер до этой отметки. Все тоже отработалось, в общем-то, без всяких проблем. Есть еще, правда, у нас одна цель такая 0.7.11, долгосрочная, куда мы тоже будем потихонечку добегать. Но это тоже не прям ближайшие 2-3 дня. На это может уйти у нас, ну вот, учитывая прошлое движение, до, скажем, месяца вполне может уйти. Поэтому смотрите, если там у вас будут какие-то баевые ваши сигналы по вашим ТС, можете спокойно заходить и держать до отметки 0.7.11.34. То есть вот такой расклад. Сейчас, в принципе, видим, что цена никому уже ничего не должна в этом месяце. Все тоже отработано участниками рынка. Вот по индикатору strike не ориентируемся, потому что последние 2 дня перед экспирацией он начинает, в общем-то, привирать, мягко говоря. А связано это с тем, что участники рынка свои контракты начинают уже вынимать из рынка. То есть не вкладывать в рынок и показывать нам направление движения трендов, а уже вынимают деньги или хеджируют свои позиции, что, в общем-то, дает, конечно же, ложные сигналы. Поэтому только индикатор SIP, ну и остальные. Канадский доллар. Ну что ж, на прошлой неделе нам дал пачку сигналов на снижение. Мы все их отработали. Все это было. По-моему, только был один у нас лось. Вот. И сейчас перешли опять в боковое движение. Что при этом? Значит, пытались, в общем-то, остановить цену на сильном месячном объеме. Вот здесь вот, видим, отскоки были. Проломили ниже, дошли до красного балансового уровня. Здесь все-таки тормознули, обскочили. Вчера закрыли один ордер в плюс. И у нас сейчас есть, правда, разнонаправленные сигналы. Часть из них вверх, часть из них вниз. Но это нормальное дело для канадского доллара. Он, в общем-то, умудряется отрабатывать и те, и те, в общем-то, сигналы. Это часто бывает. А так, в целом, что я вижу? Я вижу, что, скорее всего, ниже красного баланса у нас не пустят. Вот. Если пойдем вверх, отбой от верхнего баланса уровня вниз можно, но здесь потенциал ухода, друзья, это вот если сегодня прям случится, можно работать без проблем. Потенциал 35 пунктов. Вот вам отметочка верхнего баланса уровня. 1.34.53. Можете прям поставить отложенник от него. 30 пунктов на профи, 30 пунктов на стоп. Вот. При таком раскладе один к одному получается довольно-таки неплохо. Вот. Все, пока, наверное, пока нас... А да, давайте посмотрим по долгам, что у него осталось к экспирации. Экспирация в пятницу. В принципе, заложенный уровень в начале месяца 5-го числа себя отработал. Цена по нему прыгала, 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 отклонялась максимально и опять-таки к нему вернулась. И сейчас видим, что, в общем-то, на этом же уровне мы и паркуемся. Остался четверг, пятница. Я думаю, далеко не улетим, поэтому долгов по канадскому доллару, в принципе, нет. Ну, за исключением, может быть, одного долгосрочного на отметке 1.32.13. Ну, он уже, в общем-то, у нас такой давний-давний, кто стоит с верхушечки. Ну, тут можно же подержать. Там 300 пунктов примерно в потенциале есть. Ну, смотрите, это на ваше усмотрение. Так. Франк. Франк отработал все. Друзья, в общем-то, просто сейчас хочу вам показать часовой график. Я его сжимаю. Смотрите. Просто еще раз показываю, как работает система. То есть любые отклонения, выход цены из-за границы канала хеджеров и все долги, которые при этом собираются, все цена потом отрабатывает. Ну, не знаю, почему это так происходит, но происходит так, по моим наблюдениям, уже последние 8 лет. То есть, да, месяц там может быть 2 поболтаться, и потом все это отрабатывается. Поэтому все эти долговые уровни мы замечаем, отмечаем себе. Это и перегретости рынка, это и перекупленности по опционным тактикам и так далее. Индикаторы нам все рисуют, и на самом деле сложного ничего нет. А то некоторые, кто первый раз посмотрит мою методику, говорят, о, как сложно, все это нужно рисовать. Ничего рисовать не нужно. Индикаторы все уже рисуют, посмотрели видео, уроки и так далее. В общем-то, все это есть. Плюс есть там группа в скайп-чате, где мы все обсуждаем. Но это ладно, это все лирика. По факту просто вам показал, отработка подобных сигналов работает, ну, не 100%, я не хочу этого сказать. Это было бы неправильно, но то, что выше 95%, это факт. Вот вопрос, конечно, во времени. Вопрос во времени, вопрос во свопах, ну и все остальное. Это уже кто с каким брокером работает. А так, франк, в принципе, отработал все, что у него должно было быть. Ладно, иена. Теперь по иене. Так, последний тренд, переход во флэт. Получили мы на понедельник уровень, индикатор нам нарисовал белая полоска, перегретость рынка при падении. Тоже все четко отработали и пока режим во флэте. Индикатор страйк мы уже не используем второй день по правилам, поэтому все, что здесь набиралось, все это не про нашу честь, как говорится. Пока флэт и здесь других сигналов я не вижу, друзья. По индикатору СИП и страйк. То есть цена пока легла и участники рынка не могут дальше поделиться, что им нужно делать. Куда дальше двигать цену, тем более под экспирацию. Сейчас тут день-два остается. Чтобы ее толкнуть, усилия нужно приложить, скажем так, гораздо большие, многократно больше, нежели это нужно будет сделать в понедельник или во вторник после экспирации на новом контракте. Поэтому, может быть, сейчас даже никто ничего особо делать не будет. Что же касается долговых уровней, у нас здесь есть перекос. Вот заложенные уровни в начале месяца. Их достаточно долго держали, вы видите, и в последний раз уже свалились. Все, начали появляться сигналы на разворот потихоньку до отметки 109,810. Так что смотрите, я, например, завтра в пятницу, я люблю в пятницу, в последние дни, если есть долги, заходить в сторону, в общем-то, таких уровней. Не так же, как это было в пятницу в том месяце. Вот поэтому, если у вас есть сигналы, на отметку 109,810 можно держать позицию. Но сейчас сложно сказать, потому что два дня до экспирации, и что там будет происходить, это вопрос такой. Я подожду и буду в пятницу уже тогда запрыгивать. Если ситуация будет именно вот такой, и цена не улетит за два дня вверх. Что тоже может быть, кстати. Ну, хорошо. Серебро. По-быстрому серебро. Серебро у нас полетело вверх. При этом, конечно, месячные объемы видим хорошо отрабатывали. Цена отбивалась раз, цена отбивалась два. То есть ребята тут заработали на неделе просто на отбоях, на классических. И, в общем, были довольны. Почему цена летела вверх? На самом деле все очень просто. Опять-таки все упирается в тот долг, который был не отработан по опционному равновесию еще с прошлого месяца. Вот он у нас остался. Видим, да? Последний день. Последний день цена не подошла к уровню. И, в общем-то, мы ожидали движения вверх к отметке 15.033. Вчера я сферин тоже выкладывал в группе. Попутно отработали ожидание этого месяца раз, ожидание этого месяца два. И добили уровень 15.033. Есть еще отметка 15.022, но это уже совсем другая песня. То есть считаю, что серебро, в общем-то, все пока отрабатывает тоже нормально. И движение вверх еще, я думаю, какое-то продолжится. Но не так все просто, потому что есть месячные объемы, которые мы видим сегодня у нас появились, набрались. То есть в любом случае при движении цены вверх будет какая-то коррекция. Отбой-коррекция, отбой-коррекция и так далее. То есть прямо такого полета резкого по серебру я не вижу, друзья. Далее золото. Ну что золото? Золото, в общем-то, бурно мы обсуждали в нашем чате. Особенно вот этот период, когда его тащили в течение 3-4 дней, фактически, безостановочно. И даже месячные объемы, конечно, не пытались остановить цену. Где-то это была маленькая коррекция, хотя бы мизерная что-то там было. Но в целом остановить не получилось. То есть только буквально вчера на верхних балансовых уровнях что-то получилось в остановке. Если посмотреть с открытия, кстати, интересный момент, друзья. От открытия в полночь до закрытия в полночь на самом деле дистанция небольшая. Там пунктов 40. А в течение дня летали хорошо. То есть предполагается, что в принципе в данном случае быки уже потихонечку выдыхаются. И дальше цена может перейти в некое боковое движение. С последующим переходом на следующую неделю. А там уже в понедельник-вторник мы посмотрим, что будет происходить. И как с этим работать. Пока что, в общем-то, вот наш последний хай. Тут же есть месячный объем 576 контрактов. В принципе, это не так много, потому что мы видели и полторы тысячи наборы уже. Легко проскакивали на золоте. Но тем не менее, я думаю, что выше на этой неделе мы уже сильно выше не пойдем. То есть здесь народ выдохся. Внизу остались, в общем-то, долговые уровни. Это и пробитый балансовый уровень, и неотработанный вот этот уровень фиксации контрактов один. Вот этот вот отработался у нас. То есть мы два дня во флоте постояли. А этот не отработался. То есть движение вниз у нас, да, в общем-то, должно быть. Плюс мы еще не отработали, не потрогала цена недельный уровень. Тоже это был показатель того, что цена идет в неуправляемом фактически режиме. Ее просто тянут, тянут и тянут. Но с другой стороны, как говорится, чем выше шкаф, тем громче падает. А цели внизу у нас есть. Давайте я посмотрю, где закладывались ожидания в этом месяце на отметке 12.84. То есть вот сюда нам нужно будет потом приходить и здесь фиксировать, в общем-то, контракты по золоту. Так, хорошо, рассказал вам валюты и металлы. Давайте пробежимся по нашему российскому срочному рынку по-быстрому. И глянем, что у нас там потом по нефти тоже. Сильно задерживать вас сегодня не буду, друзья. Ну что ж, индекс РТС. Начинаем с главного. Так, последний пробитый балансовый уровень у нас цена. Так, что-то с мышкой. Цена отработала. Нормально все, видите, долг закрылся. А дальше были предварительные сигналы по индикатору ФОП-индекс. Флет или вверх, флет или вверх. Пока все отрабатывает. Это часовой график у нас слева. И справа у нас 5-минутный. Это внутридневной. Здесь мы работаем по индикатору опционных настроений. Отслеживаем, как меняется динамика настроений внутри дня. Что у нас было? Ну, с 4-го на 5-го ничего интересного не было. Поэтому этот день был под вопросом. А сегодняшний день, 6-е число, у нас есть интересный расклад. У нас есть приоритет на баевый сигнал. Вот мы видим. То есть закрывались 23 часа с явным преобладанием лонговых позиций. Ну и сейчас после открытия потихонечку идем вверх. Это, в общем-то, нормально. Но я вижу, что пока на лонговой позиции не подтверждаются. То есть это движение вверх идет, в общем-то, по инерции. И это отработка сигнала еще вчерашнего. Нового я пока не вижу. Нет подтверждения. На данный момент на 11 часов дня. Что будет через час? Кто его знает? Дальше. Если смотреть совокупности со всем этим делом, то результат следующий. Учитывая предварительный сигнал на ФОП-индексу, предлагаю, в общем-то, здесь на отбой вниз не становиться пока. Смысла нет. Дождаться, может быть, где-то 18 часов по Москве. Может быть, чуть позже. Если цена зафиксируется где-то выше, тогда уже заходить вниз и стоять где-то примерно до отметки 127-609 на take profit. То есть где-то 3-3,5 тысячи пунктов вы здесь можете спокойно взять. По крайней мере, такие у меня будут ожидаемые. То есть где-то на американской сессии я только посмотрю на индекс ожидания. Раньше я смотреть не буду. Ну что ж, Газпром. Интересная ситуация по Газпрому, друзья. Давайте глянем, что у нас есть. Так. Ну, не когда-то ФОП-индекс нам постоянно пилил еще две недели назад о том, что сигналы наверх все-таки сохраняются, и что мы не идем до границ канала хейджеров. Я об этом говорил, хотя обычно, в общем-то, цена идет в границ канала хейджеров, как правило. Ну, время еще есть, оно еще придет. Сегодня у нас есть предварительный сигнал по ФОП-индексу, говорящий в флэт или вверх. Поэтому это приоритет, друзья. И, соответственно, та же методика, что и на индексе РТС. Посмотрю, что будет на американской сессии, где мы будем. Если мы коснемся верхнего баланса уровня, ну, тогда можно уже работать вниз. Если мы до него не добежим, я посмотрю еще. Индикатор опционных настроений на сегодняшний день показывает нам, в общем-то, набор шартовых позиций. Участники рынка все-таки хотят сходить вниз, то есть на сегодня. Но этот сигнал является второстепенным перед основным сигналом. Поэтому сначала все-таки ждем отработку именно индикатора по ФОП-индексу, по сигналу. На данный момент я вижу, что, в общем-то, ни лонги, ни шарты не набираются. И по Газпрому, в общем-то, идет нейтралитет такой. Все вот это движение, это все, в общем-то, ни о чем. Так что на данный момент в 11 часов пока все нейтрально по Газпрому. Так, теперь Сбербанк, Леонид. Что у нас по Сбербанку? Сбербанк вырывается в лидеры, первая же свеча и пробивает балансный уровень. Индикатора ФОП-индекс пока ничего нет. Последний был сигнал у нас баевый. Ну, бай или флэт, он отработался. Первая свеча не работаем. Сейчас можно, в принципе, уже потихонечку искать момент на разворот вниз. При этом индикатор опционных настроений вчера, конечно, закрывался, в общем-то, с преобладанием шартовых позиций. И, в принципе, пора бы им уже потихонечку начать разворачиваться. Сейчас в 11 часов мы видим, что, в принципе, шартовые позиции тоже преобладают, но и лонговые начинают потихонечку подниматься. То есть сигнал более-менее стабилизируется, друзья. Вот. Поэтому, если кто-то работает внутри дня, предлагаю сейчас подождать, посмотреть, когда появится явный сигнал с преобладанием либо в лонг, либо в шорт. И тогда уже принимать какое-то решение. А так, в целом, все-таки я жду небольшого снижения вниз до отметки 222.67, примерно где-то вот сюда. А там дальше будет видно. Если что, можем еще и отскочить, пойти вверх. Вот в любом случае наблюдаем ситуацию внутри дня. Так, теперь пассишки давайте. Что у нас в пассишке? Так, сигнал... А, нет, давайте посмотрим на часовом графике. Сигнал по FOP-индексу. Флэт или вверх? Ну, это нормальный сигнал, тем более, что цена сейчас вертится возле красных балансовых уровней. Здесь она любит зависнуть, поболтаться вверх-вниз, туда-сюда. В общем, пока не будет какого-то серьезного новостного фона, все это будет так и происходить. Вот сегодня тоже сигнал вверх или, в общем-то, вниз. Дальше. Сигнал по индикатору опционных настроений с 4 на 5. Видим преобладание лонговых позиций, причем шартовые ушли ниже нуля, их просто закрывали. Ну и мы, соответственно, получили такое небольшое движение вверх. По вчерашнему дню на сегодня есть, конечно же, видно, что лонговые находятся сверху, но и шартовые тоже, в общем-то, набрали неплохо по отношению к нулевой отметке. И поэтому сегодняшний день под вопросом именно по индикатору опционных настроений. Вот, следовательно, скорее всего, будем болтаться на красных балансовых уровнях. Вот, прям яркого такого движения там вверх или вниз я пока по данному инструменту не вижу. Скорее всего, флэт сохранится. Хорошо, теперь переходим к нефти. Смотрим бренд, да, что у нас было. Индикатор FOP-индекс, который является в приоритете, показывал нам сигналы на снижение. Это было и 30-го, это было у нас и 3-го, по-моему, да, все это было. Вот, пока улетели вниз. Сейчас, ну, вчера мы, в частности, отбивались от нижнего балансового уровня. В общем-то, это нормально, поэтому чуть-чуть подскочим вверх, я надеюсь, до границного хейджера. Здесь можно часть фиксануть контрактов, а часть можно, в принципе, поставить стоп-лосс под лоу и подержать до наших долговых уровней 67.33. Вот, это долговые уровни от разных источников и сигналов, но, тем не менее, мы их держим. Отрабатываться будет, в принципе, так же, как отрабатывались и последние по этой же методике. Вот, не жду я большого прям проваливания нефти вниз, пока не жду. Нет, это никаких предпосылок. Вот, ну и прям резкого движения вверх тоже не жду. Возможно, поболтаемся, посмотрим, что будет происходить. Так, и теперь давайте глянем еще в заключении WTI нефть. Так, немножко сейчас расширю график, чтобы было понятно. WTI тоже свалилась вслед за брендом, но была попытка вот здесь пробить гринскона хейджеров, не получилось, отскочили. Была попытка, вчера предпринято тоже пробить ее повторно в другом месте, правда, здесь же еще у нас был балансовый нижний уровень. А все это вместе задержало цену, и мы получили вот такой вот отскок. И здесь же, кстати, у нас, судя по тому, что появилась голубая линия, видим, здесь была фиксация контрактов по WTI на чекарской бирже. Поэтому день-два у нас флет, ну, скорее всего, будем ожидать. Точно так же, как мы ожидали это вот в последний раз. Два дня профлетили. Вот, в целом же, в целом же, у нас остались там некоторые уровни вверху долговые, также по WTI, поэтому вверх нам нужно будет поднимать цену. Ну, участникам рынка, конечно, нужно будет поднимать цену, а мы будем это отслеживать. Но есть наборы месячных уровней, вот видите. То есть резко подняться вверх нам прям не получится. Будут отскоки, колебания и так далее. Вот, а что же на сегодня? Что же на сегодня? В принципе, картина та же самая. Резко вниз нас пока не ждут. Везде здесь идут, подкладываются большие объемы прям снизу, фактически на каждом страйке. Вот, да, немножко съехал балансовый уровень ниже, но это не так страшно на самом деле. Вот, а здесь у нас есть такая большая, ну, не железобетонная плита, но достаточно серьезная зона поддержки, которая будет держать цену. Может быть, кратковременные проколы вниз и будут, но и будут сразу же такие же отскоки. Это прогноз на ближайший день-два. Друзья, не больше, надо это понимать. Потому что рынок постоянно меняется, и что у нас там будет происходить, это уже, в общем-то, второй вопрос. Вот, все, что я хотел, в принципе, сказал. Ну, по индексам пока все просто. Все долги тоже отработали на падении, все абсолютно, и уровни перегретости, и все прочее. Вот, сейчас потихонечку двигаемся вверх. Балансы уровня переместились немножко вверх тоже. Поэтому немножко еще можем подскочить, ну, а там дальше будет видно, что будет происходить. Так, S&P 500. Та же самая картина. Причем здесь хочу сказать интересный момент. Здесь была такая вилка. Цена шла вниз, а балансы уровней шли горизонтально фактически. То есть при вот этом снижении вниз было понятно, что дальше участники рынка не поддерживают это движение вниз, и будет либо флэт, либо небольшая коррекция. Что мы и получили. А сейчас мы видим, что уровни потихонечку двигаются вверх. То есть вместе с ценой. Значит, цена, скорее всего, пойдет еще немножко вверх. Так, ну, в принципе, все, что хотел я сказал, друзья. Ссылочку на индикатор я вам скину. Я понял. Спасибо вам большое, Альберт, за ваш обзор и за ссылочку в чате. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Друзья, вам всем хороших попутных трендов. Всего доброго и до свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова